хочу обратиться к россиянам которые нас смотрят интервью ваших солдаты не покажут по федеральным каналам комментируйте ставьте лайки и распространяйте эти видео среди ваших знакомых и близких особенно в российских пабликах чтобы больше людей там в россии знали правду об этой войне как полное имя с фамилией с фамилией ковтун сыгей николаевич какой год рождение 79 откуда сами родом луганск самого луганск родился в луганске живущий в другом месте а какой зимовое это украина да это луганская так называемая сами попали в формирование так называемая а когда и как в августе по мобилизации но как это произошло мобили ну была мобилизация приехали домой кто сотрудники ну как там получится с милицией один или двое человек не помню ну и военные что сказали так и так ну принесли повестку выдали и повезли а куда ну просто всю историю скажите военкомат потом с военкомата уже на я не знаю как она там правильно называется ну как сборы там такое вместе с сбором уже на а сборы где были ну в луганске в луганске окей а оттуда уже поехали на полигон и из полигона пошло туда-туда-туда бросали а где бросали какие на себя на пункт этот красный лиман мы там опять-таки недолго были мы приехали уехали криминная то же самое приехали уехали ну и потом золотаревку ну как золотаревку рядом с золотаревкой а какие задачи ставились у нас вообще задач не было мы вообще должны были на втором на третьем рубеже обороны да какая должна за вас стрелок пехота да а пьян когда попали 25 декабря а где недалеко от берестового это донецкая область это по солидарам где-то за это не знаю точно не знаю нет давайте посмотрим это небольшой какой-то населенный пункт до обстоятельства какие смысл ну попадание плен хорошо уложили смысл да это бахманский рейн борьбе что кто кто уложишь ну украинская армия хорошо наступал захватили вас да а кто еще перед берестовым воевал кроме лоно это не знаю нас привели туда мы сменили людей все на второй день получится не на третий день мы попали в плен вы воевали нет мы просто там сидели у нас была как же дача сидеть наблюдать все ну зачем никто там не это если допустим близко под этим цветением цветов наблюдать не знаю за спивом хит ну делать ну как бы объяснили делать вичу мы там присутствуем все дело видишь воюем а сколько обещали платить в смысле ну зарплата была 176 176 да у вас никогда вот это же было а до этого чем занимались на мобилизации в строительстве разнорабочие да че разнорабочие ну по-всякому это я просто спрашиваю за не ну как я вообщаться по шабашкам работ я не официально работал но я понимаю шабаш или да какая средняя заплата была если в рублях 20-30 выходила смотрите по деньгам это большие деньги да так в так называемый лнр до 20-30 тысяч а тут хоп дают 180 но вопрос вопросов не было за что такие деньги это же несколько месяцев а как платили раз в месяц раз месяц ну как наличка или на карту наличка все привозилось да у вас вопроса не было за что такие большие деньги ну за наблюдение возникали надо и что вы все отвечали ну тоже не все спроста да что отвечали ну ну серьезно хороший вопрос от меня ну то есть 200к за наблюдений это очень много вода да а детям сколько 9 19 21 трое детей да что что сказала когда мобилизировали да ничего хорошего да что похоже на машине хотела что то я принципе не хочу посмотрите здесь выходит так вот я это все понимаю ну вот я разговаривал с сергеем да он в горлоке ему же как бы суд вынес приговор мы с ним разговаривали его мнение и так далее он сказал что вот сейчас реально он понимает что сделал очень большую глупость и была возможность запечатать тогда он просто не приложил усилия вас была возможность петлядь этого все было петлял но потом пока не приехали домой как петель тоже дома был и уезжал там пытался закоулками все это где-то там другом месте работать меньше трогали меньше видели у меня вопрос вот за что вы воевали да я принципе то и не воевал так смысле в несколько месяцев находились находился не она смотрите но это же война правда война да и вы были частью войск за что вы воевали честно честно не знаю честно вы смотрите здесь новости да вот я знаю что показывает да но надо бывает но более 130 тысяч солдат российских умерло гританцы говорят около 200 тысяч датом институт за что они все умели нет ответ в 2014 году что можете сказать об этих событиях которые происходили в Уганске и Донецке под ваши мнения на счет отделившись но мы говорите деле что да вот это все ситуации которая была в 13-14 кода знаете я там политикой сильный как-то никогда не увлекался я так все понимаю но сейчас вы часть политики понимаете вот вы сидите здесь как часть политики глобальный. И мы с вами разговариваем как часть политики, как человек, который принимали участие даже не в политике, а в геополитике. Что это значит? Ну да. Вы даже не задумывались над этим, или как? Не задумывался. Ну как бы согласны с моими словами, или нет? Да. Вот смотрите, а кем вы себя чувствуете? У вас какие паспорта есть? Украинский, ЛНРовский. Украинский и ЛНРовский только, да? А кем вы себя чувствуете? Вот смотрите, у вас паспорт украинский, вы родились в Украине, да? Паспорт, так называемый ЛНР. И воевали вы за российские интересы здесь. Ну это факт, да? Но деньги же, вы же не отказывались за денег. Давали, да, зарплату брал. Ну естественно, да. Ну то есть, кем вы себя чувствуете? Да кто-то, не знает. Не знаю, здесь я много вещей слышал от людей. Свободный человек, человек Донбасса. Да нет, не свободный. Не знаю. Мне более близка Россия, чем Украина. Кто-то говорил, если она родилась в Украине, значит, я украинец. Хотя я воевал там за интересы России. Вот поэтому я спрашиваю, кем вы себя больше чувствуете? Вот я себя чувствую украинцем. Украинский паспорт, я разговариваю на украинском языке. Я, ну то есть, у меня менталитет украинца. И так далее. Потом я спрашиваю, кем вы себя чувствуете? Мы же соотечественники, если так взять. Правда? Просто я с западной Украины, вы с восточной. Ну и поэтому я спрашиваю, кем вы себя чувствуете? Ну, по факту украинцы и есть. По факту украинец? Да. Ну вот, когда мы говорим, сейчас очень большая дискуссия ведется, как бы, с украинцами. То есть, насколько большая ихняя... Насколько они виноваты, да, в том, что присоединились к России. В этом всем, да. Там говорится, мягче, жестче. Там решение суда. И поэтому у меня вопрос. Если вы себя чувствуете украинцем, готовы ли вы понести наказание? Это звучит там. Коллаборантство, присоединение и так далее. Думаю, вы знаете значение этих всех слов. И остаться в Украине. Понимаете, что я спрашиваю? Да. Остаться... Подождите, это... Хорошо. А остаться с семьей или без? Ну, смотрите, мы все взрослые люди. Как бы, ну, решайте вы. Не, ну, с этой стороны, конечно, лучше к семье. Хорошо. Я по-другому поставлю вопрос. Вы ходили бы, чтобы территории неподконтрольные возвратились к Украине? Если там будет семья. Ну, можно было бы. То есть, я правильно понимаю, для вас значения не имеет. Под чьим контролем эти территории главное, чтобы вы были семьями. Правильно? Ну, как бы... То есть, там... Где-то... Где-то около того. Я ж говорю, я в политику смею. Политика вот эта... Кто там с кем ссорятся. Мне это... Я вообще с удовольствием взял бы на семью и уехал бы куда-нибудь подальше, где нет вот этого всего. А почему не уехали раньше? Не было такой возможности. А сейчас есть возможность? И сейчас еще больше нет возможности. Ну, вы говорите, что я бы уехал. Я говорю, если было... Не, ну, уехал бы, да. Была бы возможность. Вот, например. Вам ближе к России или к Украине? Да нет, я бы подальше поехал бы. Например? Ну, где-нибудь ближе. На Германию. А сейчас это уже тяжело будет сделать? Я знаю. Почти нереально. А в чем тогда проблема была? Что не было возможности или что? Или чего? Сколько вы тогда зарабатывали, когда... Ну, когда Луганск был под контроль на Украине? Да, по-разному было. Ну, в среднем. В среднем. Ну, блин, это давно уже было. Не, ну, ножи хватало. Ну, сколько? 10 тысяч гривен? 15-20? Ну, десятка стабильная была. Ну, даже больше было. Да, больше было. Да. Ну, смотрите. Это доллар был по 8. То есть вы зарабатывали, если даже больше, 1500 долларов где-то. Правильно? 20 или 30 тысяч рублей – это ничто по сравнению с тем, что вы зарабатывали, когда была Украина. Правильно? Да. Контролировали эти территории. И, по сути, у вас больше было возможности тогда, чем сейчас? Чем под так называемой ОНР? Ну, да. Правда? Да. Можно было эту всю кашу заваривать? То, что случилось? Да нет. Нет, правда. Кто виноват в этом сам? Либо люди, либо правительство. Какое правительство? Ну, которое у нас туда правило. Украина? Та нет. Ну, я имею в виду, на два города, кто там. Ну, депутаты, не депутаты. Кто там принимал решение. Всего этого. Ну, Россия начала войну в 2014 году. С аннексии Крыма. Из входов в Буканскую и Донецкую область. Так это виноват правительства Украины или Россия? Ну, когда, допустим, началось, допустим, я России вообще там и не видел. Ну, если честно. То есть это все шахтеры, это все движение? Я не знаю, кто там, я в этом не знаю. Не, ну, у меня просто встречный вопрос. Если там России не было, то кто это все движение начал? Кто на танках начал ездить, на БТ-Аэрах и так далее? Ну, а вот это я не знаю. Ну, как? Ну, с российскими флагами там никто тоже не бегал. Если честно. Я там был. Там бегали где-то с российскими флагами. Вот это 2014 год. Вот российский прапор поднимает в Луганске. Опускает в украинский, и российский понимает. Вот это фотофакт. Видите? Это над ОГА. Первое марта 2014 год. Ну, это как бы все факты. Что делать? Вот теперь, как это все закончить? Без понятия. Хотите что сказать украинцам? Вашим соотечественникам? Ну, вы это просто говорите, потому что так не думаете, а должны сказать, или это осознанно? Нет, ничего, осознанно. Осознанно, да? Россиянам? Или луганчанам? Не знаю. Не знаю, ничего. Вообще ничего не хотел сказать. Не знаю, ничего. Не знаю.